Всем привет, ребята! Новые флагманы компании Huawei получат емкие батареи. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! 19 сентября компания Huawei представит новые флагманские смартфоны. Mate 30 и Mate 30 Pro. Сегодня в сети появилась информация об аккумуляторах аппаратов. Новые Huawei Mate 30 оснастят встроенные батареи на 4200 мАч, а старшие модели Mate 30 Pro на 4500 мАч. Для сравнения, прошлогодние Mate 20 и Mate 20 Pro оборудовались аккумуляторами емкостью 4000 и 4200 мАч соответственно. Недавно анонсированный Samsung Galaxy Note 10 Plus получил батарею на 4300 мАч. iPhone XS Max и вовсе использует аккумулятор на 3174 мАч, что очень-очень мало. По пока не подтвержденной информации, Mate 30 Pro будет поддерживать ускоренную проводную зарядку на 55 Вт и беспроводную на 25 Вт, что очень хорошо. Это быстрее, чем у основных конкурентов. Mate 30 и Mate 30 Pro будут работать на еще не нонсированном процессоре. Kirin 990. Старший Mate 30 Pro оборудует экраном с OLED-матрицей на 6,71 дюйма и частотой развертки 90 Гц. Аппараты оснастят системой из нескольких камер, которые расположатся в круглом вырезе на задней стороне корпуса. Два фотомодуля, это обычный и широкоугольный, будут 40-мегапиксельными. Третий телефото 8-мегапиксельным. Интересно, что как минимум в Mate 30 Pro производитель не собирается отказываться от системы с 3D-распознаванием лиц, представленной в прошлогоднем Mate 20 Pro. Об операционной системе и новинок пока точно информации также нет. Но вероятно это будет Android Q с фирменной оболочкой MUI 10. Ну что же, ребята, меня очень радует, что компания Huawei не пошла на поводу какого-нибудь iPhone'а и поставить действительно хорошие аккумуляторы. 4000 мАч это действительно, можно сказать, хороший результат. По сравнению с iPhone XS Max, 3100 с чем-то мАч, это можно сказать вообще не о чем. Тем более железо сейчас становится все более мощным и действительно надо переходить на более емкий аккумулятор. Ну что же, с вами был канал Техноум. Кому понравилось видео, ставим лайк и подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok